Популярные актеры, певцы и ведущие привыкли к повышенному вниманию со стороны поклонников. И часто оно их тяготит. Но бывают случаи, когда спонтанное знакомство с фанаткой становится основой любви на всю жизнь. Давайте узнаем, кто из российских звезд женился на своей поклоннице и как так получилось. Стас Михайлов и Инна Кончельскис На момент встречи Стаса и Инны они оба были несвободны и воспитывали детей. Но так случилось, что между ними вспыхнула искра. Ради своей любви они решили оставить прежние отношения в прошлом. Инну ожидал громкий развод и раздел имущества, ведь до знакомства со Стасом она была замужем за известным футболистом Андреем Кончельскисом. В браке они прожили 15 лет. После того, как были оформлены все документы, влюбленным ничего не мешало быть вместе. Для Стаса Инна стала опорой и поддержкой. Все песни певец посвящает только ей. А она, в свою очередь, стала хранительницей семейного очага. Вместе супруги воспитывают шестерых детей. Двоих детей от первого брака Стаса, столько же от первого брака Инны и двух совместных детей. Владимир Левкин и Марина Ичетовкина Солист группы «Нана» обещал себе, что никогда не свяжет свою личную жизнь с поклонницей. Во время пика популярности группы они подкарауливали певца где только можно и присылали признание в любви. Это стало обратной стороной популярности и не нравилось Владимиру. Тогда он еще не знал, что главной женщиной в его жизни станет одна из его поклонниц. Марина еще с детства была влюблена в Левкина. Она говорила, что когда-нибудь выйдет за него замуж. Тогда ее слова никто не воспринимал серьезно. Однажды, попав на концерт группы, Марина призналась певцу в своих чувствах. По понятным причинам, певец не придал этому значения. Прошли годы, и девушке было суждено встретиться со своим кумиром вновь в фан-клубе. Эта встреча имела продолжение и закончилась свадьбой. Несмотря на разницу в возрасте, которая составляет 16 лет, супруги счастливы. Они воспитывают дочь, а Марина успевает строить актерскую карьеру. Дмитрий Дюжев и Татьяна Зайцева Будущие супруги познакомились на концерте Мадонны. Дмитрий заметил в толпе красивую блондинку И, пока концерт не начался, перебрался поближе к ней. Они разговорились, а позже обменялись номерами телефонов. Но, несмотря на такое начало, Татьяна не спешила открывать актеру свое сердце. Только мать, которая была поклонницей Дюжева, уговорила ее присмотреться к нему. Свадьбу Татьяна и Дмитрий отпраздновали 14 февраля 2008 года. До знакомства с актером девушка занимала должность в крупной нефтяной компании. После свадьбы и рождения двух сыновей она решила больше времени посвящать семье. Сейчас она устроилась работать психологом в одну из столичных школ. Это дает Татьяне возможность и развиваться, и уделять внимание дому. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова О браке известного композитора и юной певицы не писал только ленивый. А писать было о чем. Никому неизвестная начинающая артистка из Екатеринбурга, которая младше Игоря Николаева на 22 года, смогла стать его третьей женой. Николаев называет этот брак самым счастливым, хотя у него были сомнения относительно отношений с Юлией. Познакомились они на концерте в Екатеринбурге. Тогда девушка хотела показать своему кумиру авторскую песню, но не решилась это сделать. Помогла подруга, которая подтолкнула Юлю к служебному выходу, откуда появился Николаев. Послушав песню, Игорь пригласил девушку в Москву. Начать карьеру певицы Юлии удалось не сразу, но зато между ней и композитором возникли чувства, которые они долго скрывали. И как оказалось, не зря. После того, как узнали об их отношениях, влюбленных начали критиковать, а Юлю сравнивать с предыдущими женами. Но влюбленные выдержали волну критики. Они уже счастливы вместе на протяжении 15 лет и воспитывают очаровательную дочь Веронику. Влад Топалов и Регина Тодоренко Молодые и успешные Влад и Регина смогли создать практически идеальную семью, хотя желтая пресса регулярно разводит их. Знакомство молодых людей состоялось на репетиции спектакля, где оба играли главные роли. Регина признается, что Топалов ей не понравился, он держался обособленно и выглядел напыщенно. Но со временем они стали проявлять друг другу симпатию. Свои отношения Влад и Регина долгое время скрывали от поклонников, так же, как и факт о беременности. Когда появление на свет ребенка уже было не скрыть, стали появляться вопросы о свадьбе. Влюбленные говорили, что поженятся после рождения малыша. Но за несколько недель до этого радостного события Влад и Регина показали фото из ЗАГСа. В начале 2018 года супруги стали счастливыми родителями сына Михаила. А недавно Регина подтвердила, что они ждут второго ребенка. Николай Добрынин и Екатерина Комиссарова Актеру Николаю Добрынину так же пришлось подождать, чтобы обрести свое счастье. Он состоит в браке со своей преданной поклонницей Екатериной, которая влюбилась в него с первого взгляда. Знакомство состоялось на премьере спектакля «Маркиз де Сад». После его окончания Екатерина вышла на сцену с букетом роз, чтобы подарить его Николаю. Актер обратил внимание на девушку и пригласил на свидание. Так обычный поход в театр закончился свадьбой. Ранее Екатерина была стюардессой, а в настоящее время она является помощником режиссера в театре Романа Виктюка. А главное, она является любимой женой и матерью, которая вместе с Николаем воспитывает дочь Нину. Денис Матросов и Ольга Головина Спектакль стал поводом для знакомства еще одной пары – Дениса Матросова и Ольги Головиной. Девушка обратила на себя внимание необычным подарком. Она подарила актеру варежки. Это и стало поводом для новых отношений. Для актера они были не первыми, но именно сейчас он обрел спокойствие и счастье. Ольга далека от актерской среды. Она имеет юридическое образование и несколько лет работала по специальности. В 2016 году супруги стали родителями. У них родился сын, которого назвали Федором. Также Ольга и Денис воспитывают дочь Александру от первого брака Головиной. Сергей и Анастасия Трофимовы Анастасия до встречи с певцом Сергеем Трофимовым никогда не была поклонницей его творчества до того момента, как попала на его концерт. После этого она влюбилась не только в творчество Трофимова, но и в него самого. Девушка не пропускала ни одного концерта и надеялась, что певец обратит на нее внимание. Терпение Анастасии было вознаграждено. Пусть не сразу, но Сергей заметил чувство девушки к себе. Ради нее он ушел из семьи. Чтобы быть с любимой, Сергей прошел через тяжелый, бракоразводный процесс. Сейчас, когда уже все трудности позади, певец наслаждается семейной жизнью и воспитанием сына и дочери. Василий Вакуленко и Елена Пинская Брак Василия и Елены похож на слияние двух противоположных миров. Девушка была из обеспеченной семьи. Он простым певцом из Ростова. Но оказалось, что даже такие противоположности могут создать счастливую семью. Молодые люди познакомились в одном из московских клубов, где выступал Василий. Девушка подошла к нему и выразила восхищение его творчеством. С этого момента начался их бурный роман. Супруги счастливы в браке уже более 15 лет и воспитывают двух дочерей. Для Василия знакомство с Еленой стало стимулом быть лучше и соответствовать своей женщине. На момент знакомства она управляла несколькими винными погребами в столице и могла полностью обеспечить себя. Сейчас Елена помогает своему супругу в продвижении его лейбла. До 40 лет актер все еще не мог определиться со спутницей жизни. Его окружало множество красивых девушек, но ни с одной из них он не был готов прожить всю жизнь. С будущей супругой Светланой Олег познакомился на 8 марта. Он как раз посещал тренинг, где и устроили празднование. Будучи в хорошем настроении, актер просто подошел к девушке и поцеловал ее. С этого началась их история отношений. Официально узаконить отношения Светлана и Олег решили, когда узнали о скором пополнении. Сейчас они воспитывают троих детей. Ради семьи Светлана ушла с работы. До этого она организовывала различные тренинги и владела магазином сувениров. Глядя на эти истории, понимаешь, что у любой девушки есть возможность познакомиться и создать семью со звездой. Главное, чтобы чувства были искренние. А как вы считаете? Пишите в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, если вам понравилось видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok